Вновь рад с вами встречаться, ответить по возможности на ваши вопросы. Вот Василинка Брилёва пишет, мой муж сделал себе татуировку в виде креста. Нас очень волнует узор. Некоторые говорят, что это кельтский. Объясните, пожалуйста, какой это крест. Вот этот крест. Да, действительно, это не православный крест, это кельтский крест. Я не буду сейчас подробно объяснять, почему нежелательно всё-таки носить такие кресты. Но меня волнует другое. Татуировка и крест. Несовместимы. Потому что, насколько я понимаю, это всего-навсего некая нездоровая мода. Потому что, как правило, он может и крест нанести на своё тело, а может и нечто такое, что совершенно противоречит слову о кресте и о Христе. Поэтому я думаю, что надо поговорить с мужем и объяснить ему, что сама по себе татуировка креста на теле не есть хорошо. Спасибо. Михаил Бодров, Нижний Новгород. Ситуация. Есть некий чтец, не стремится быть дьяконом или иереем. Свет сошёлся клином на очень фанатичной католичке, которую православие переходить не намеряем. Как можно разрешить эту ситуацию? Ситуация непростая. Конечно, этот вопрос можно решать только при личном общении. Но надо всегда помнить, мне в жизни приходилось очень много встречать людей, которые совершали браки с людьми иных вероисповедований. Здесь что самое главное? Дети. Это твёрдо должен стоять вопрос, что дети, тем более это мужская сторона, будут православными. А второе, я думаю, что это ваш или друг, или родственник, этот чтец, всё же постараться объяснить ему, что, ежели он хочет жениться, она иного вероисповедания, то, как это было в древности, в идеале, что жена принимает веру своего мужа. Здесь, конечно, коллизия. С одной стороны вера, с другой стороны любовь, но здесь должна быть ещё и молитва. Я рассказал о идеальном положении дел и о традиции. Илария Цветаева. Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. Последние три недели я не исповедовалась и не причащалась. Так за это время я очень много грешила, много обманывала, да ещё обещания, данные Богу, нарушила. Ненавижу себя. Я чувствую, что всё во мне изменилось. Кажется, Господь отвернулся от меня. Ну и так далее. Вот мы часто говорим о влиянии иной силы сатаны, дьявола, бесов на человека. Это простая истина, что вначале дьявол представляет грех неким сладким и незначительным, а когда человек втянется, совершит грех, затем начинает человеку говорить другое, что ну всё, ты великий грешник, тебе Бог не простит. Перед тем, как заманить в ловушку греха, дьявол говорит о том, что насколько Бог милосердный, всё прощает. А когда человек совершит грех, то задача другая со стороны дьявола довести до отчаяния и представить Бога справедливым, даже жестоким, запомните. Упал? Поднимайся и иди. Расшиб коленку грехом, вновь и вновь на исповедь. И так постепенно Господь выведет тебя из плена греховного. И запомни, когда спрашивали, сколько раз прощать? Семь раз, три раза, седьмесяцедмерицию, то есть бесконечное число раз. Иди, преодолевай ложный стыд, ложную гордыню, опять поди, ниц, перед крестом, перед Евангелием, перед аналогом, перед священником, и покайся. И вновь Господь даст тебе крепость и силы. Надежда Иванова Ижевск. Наболевший вопрос. Обманом вывезли в другой город, все было хорошо, но сейчас все идет вертном. Нас подобрали люди, которые сейчас нам помогают, но нам очень хочется домой. С мужчином, которым я жила, больше жить не могу, смотреть на него. Ненависть. Я забеременела, и мы очень с детьми хотим ехать домой. родить ребенка в доме в нормальных человеческих условиях. У меня начало болит сердце, я похудела. Моль, жить так невозможно. Дети ревут, домой просятся, что делать? Что делать? Мы недавно праздновали праздник воздвижения честного и же творящего креста Господня. И там в Евангелии сказано, если кто хочет за мной идти, да возьмет крест свой и идет за мной. И вот те жизненные обстоятельства, трудные, которые нередко мы попадаем по доброй воле, надо смириться и нести, как тот крест, который дал нам Господь. А вот относительно того, вернуться домой, денег нет, я хотел бы посоветовать, все-таки, если будешь с полным доверием, еще раз повторяю, с полным доверием обращаться к Богу, Господь устроит так, как полезно для тебя и для твоих деток, не только исходя из данных временных обстоятельств, но и извечности. Возможно, какой-то период необходимо за свои грехи и потерпеть, и понести некое испытание. На море бывает и шторм, но бывает и штиль. Дай Бог, что настанет и в вашей жизни после штормовой погоды и тихая, спокойная жизнь. Теперь только у Бога и молись. Ольга Майорова Ольга Майорова просто благодарит за наше служение в Челябинске. Спасибо, Оля, за память о вашем скромном слуге. Но так уж такова наша судьба послушания. Прошу святых молитв, а я буду молиться за вас, мои дорогие челябинцы. Савелий Борисик, Ульяновск. Вопрос, почему в Симбирской митрополии нет семинарий или духовного училища? Я уже, кажется, на него отвечал потому, что мы жили, Россия, целый век борьбы с религией. И закрывались не только семинарии, училища, храмы, монастыри. Духовенство подвергалось насилию, да и верующие, тюрьмы, а нередко и смерти, сколько новомучеников. А ведь Симбирск это родина вождя мировой революции. И вот ответ, почему. Уж здесь-то постарались сделать, если не до конца, то почти что многое, чтобы православие выкорчевать из умов, сердец и жизни народа. А семинария, духовное училище, ведь это вертоград подготовки будущих пастырей. Конечно, в первую очередь закрывались они. Но верю, и мы будем применять усилия, и вас прошу, что мы должны в нашей области возродить духовное образование. Анна Козлова Иногда христианская жизнь, если хоть маленькими шагами в ней преуспеваешь, начинает напоминать один абсурд, отвратительный сон. Потому что за хорошее получаешь резко плохое, это создаёт бредовую ситуацию, которая совсем не нравится. Так называемые искушения. Ничего не ожидаешь плохого, на тебя абсурдно и внезапно накидывается. Сделаешь хорошее, тебе вдвойне сделают плохо. Как бороться с этими дурными искушениями? Хочется жить поспокойнее, а не как в сновидениях, где абсурд нормальное явление. Как перестать дёргаться по этому поводу? Ведь нервы сдают в таких ситуациях. Ну, на первый вопрос. Жизнь христианская как абсурд, как отвратительный сон. Получаешь за добро зло, нередко даже в большем количестве. Вот в том-то и суть, что Христос не обещал спокойной жизни почивания на лаврах. Вы говорите, сделаешь доброе, а тебя, может быть, оклевещут или ещё какую-то гадость для тебя сделают. Ну, ведь мы же христиане, а для нас идеал Христос. И вспомните, исцеляет больных, храмых, слепых, глухих, изгоняет бесов. Да мало этого. Умирает человек Лазарь, помните, четыре дня уже разлагается, его Христос воскрешает, и что? Не проходит небольшой период, и его предают. Мало этого, ведут на смерть. И кроме этого, кто это делает? Вот та толпа, которая несколько дней назад с радостью восклицала Асанна, сыну Давидову, когда ходил он после воскрешения Лазаря в Иерусалим, пройдет несколько дней, и эта же толпа будет говорить распни, распни его, требуя от Пилата распять Христа. Запомните одну вещь. не обещал Христос никому в этой жизни спокойствия и тишины. Что сказал? В мире скорбы не будете. Меня гнали, и вас будут гнать. Но ведь помните и другое. Христос сказал «Игабо мое благо и бремя мое легко есть». Так вот, если человек спринимает с верой и с благодарностью те испытания, которые Господь ему посылает, то Господь дает и силу, и внутренний мир, и спокойствие. вся проблема заключается в том, что мы мыслим категории временными, а жизнь христианина, ее смысл оценивается категориями вечности. Потерпи операцию, когда делают иногда, наркоз очень сильный, а иногда без наркоза во время войны пилить ногу обыкновенной пилой, немножко проспиртованной. И, как правило, военный хирург говорит, потерпи, браток, жить надо тебе еще, и терпит, и остается жив. И чтобы остаться жить для вечности, то эти маленькие жизненные неприятности, они покажутся слишком были для нас просты, но со стороны взгляда из вечности. Поэтому не надо унывать, а те неприятности, которые случаются, открывай книгу своей жизни и очень много найдешь, еще больше надо наказать. Ведь многие не знают наши тайные делишки и дела, и мы формально за них не получили никаких неприятностей, а вдруг за добро что-то получили, все компенсируется. Поэтому и терпение самое главное, терпение в вашем стяжите души ваши, иди со Христом, взяв крест, который тебе Господь посылает, и благо тебе будет, и спасешься. ПОДПИШИСЬ!